Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня, друзья, мы будем продолжать играть со стаями от подписчиков на турнире. Что ж, начнем. И первый написал и оставил свой комментарий подписчик с ником ТВБГТУББГТВ. Мой состав Сплинтер, Лео Раф, Микки, Классический, Шреддер. Состав называется Враги 3D. Что ж, друзья, достаточно интересные персонажи. Вот сейчас мы попробуем потестить их в битве и посмотреть, что из этого получится. Итак, Сплинтер и Раф нашелся сразу же. Вот Лео нужно будет поискать. Где-то он здесь. Да, вот Лео найдет. И нам осталось добавить только Микки Классического и Шреддера. Но я думаю, с этим тоже не должно быть никаких проблем. Итак, вот у нас Микеланджело Классический. А вот Шреддер Мультяшный где-то у нас практически в самом конце. А вот, кстати, увидел Шреддера Классического. А вот у нас и... Вот и как раз и Шреддер Мультяшный. Что ж, друзья, вот такой вот необычный состав. Давайте-ка мы его потестим в битве и посмотрим, насколько будут хороши наши герои и насколько будут хороши команда другого вражеского врагов, другого игрока. Итак, ну что ж, друзья, первым делом давайте-ка я попробую выбить вражеского лекаря Голубя Пита. Для этого Микеланджело Классический наносит мощный удар нучаками. Вот снимает большую часть здоровья Голубя Пита. Тот выживает, но ненадолго. В супер плюшке Шреддер Мультяшный наносит коронный свой удар и добивает противника. Ну вот чудесно. Что дальше? Уже враги активизировались. И Микки Классический прокачивает атаку для своего отряда. У них появляется бонус. Ну а я, в свою очередь, пытаюсь защитить наших героев. Вот благодаря медитации сплинтера, опять же, налаживает на наших героев положительные эффекты. Итак, друзья, надо выбивать наиболее опасных врагов. И как наиболее опасных, я считаю, либо Бакстер Стокмар, либо Микеланджело Ролевой. Так как Микки Ролевой больше уровней, я его попытаюсь выбить в первую очередь. Удар нучи... вот катаны с разворота левомультяшного и враг повержен. Вот, тем не менее, Доктор Роквелл забрасывает нас холодным оружием. Вот, особо досталось Шреддеру. Но контратака наших героев сумела выбить врагов. Ну а сейчас, давайте-ка, друзья, попытаемся выбить... вот, усилить нашу атаку. Да, давайте-ка я подключу Ярость Рафа. Вот, появился дополнительный бонус. Теперь наши герои смогут наносить более сильные удары. Но и враг не дремлет. Бакстер Стокман выпускает маусеров, которые подрывают и снимают достаточно большую часть жизни нашего отряда. Контратака наших героев выбивает противника. И, надеюсь, бой закончит уже Микки. Классически просто заброса вражеского героя сюркенными не получилось. Что ж, тогда уже Шреддер постарается. Он призывает нить, посылает их в бой и сам наносит добивающий удар. И это приносит нам победу. Ну что ж, друзья, достаточно интересный был бой. Благодарю подписчика за этот состав. Ну а мы идем с вами дальше. И да, друзья, сейчас мы находимся в Лиге Мастеров на второй звездочке, где играют достаточно серьезные враги. Ну и сегодня, я надеюсь, мы с вами прорвемся в Лиге Мастеров на первую звездочку. Итак, друзья, выбираем следующую команду от наших подписчиков. Вот, в следующем написал Алистан Масиенко. Мой состав в Раф Мультик, Север Монтес, Кролики, Крис Брэдфорд, Крисиный Король. Что ж, друзья, опять Раф Мультиашный у нас будет задействован. Это здорово, люблю этого героя. Вот, давайте-ка я поищу еще Криса Брэдфорда. Вот, замечательно. Вот, было бы здорово найти еще Севера Монтеса, но что-то я захотел, друзья, найти кроликов. Отлично. Кролики найдены. Где у нас еще Ксевер Монтес? Вот, отлично. Итак, пятый герой, друзья, кто это у нас? Давайте-ка я посмотрю. Итак, Раф есть, Север Монтес есть, Кролики есть, Крис Брэдфорд есть и остался только Крисиный Король. Вот он. Здорово. Ну что ж, друзья, вперед в атаку. Давайте-ка посмотрим, насколько будет хороша вот эта команда от нашего игрока и команда другого игрока. Попробуй сразиться с врагами. Итак, первым делом давайте-ка я посмотрю, кто у врагов лекарь. Лекарем является Раф классический, в него и попытается выбить кролики, трансформировавшись в огромное колесо. Мощная атака. И что же? И кролики снимают большую часть здоровья. Но Раф выживает. Вот и опять же, вражеский Микки классический. Активизировался. Прокачал атаку для своего отряда. Ну, а я в свою очередь прокачаю дополнительную защиту. Это уже Крис Брэдворд постарался. Выпивая газировку, он усиливает нашу атаку. Причем, друзья, вот попытаюсь еще наложить на врагов негативный эффект. Это уже особая способность Кевера Мотеса. Вот благодаря такому забавному танцу у врагов уменьшается защита и падает точность. То есть враги будут наносить более легкие удары. Вот, тем не менее, надо добивать врага. И Крысиный Король метает огромную крысу, которая догрызает Рафа классического. Пошла ответка. Микки Ролевой пытался обстрелять нашу команду. Ну, а я, наверное, друзья, сейчас вот попробую добить кого-то из врагов. Итак, Раф мультяшный ударом сайса разворота выбивает Доктора Рокпола. Кстати, неплохой получился удар. Вот, тем временем, Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Но благодаря дополнительной защите урон минимален. Вот, ага. Еще Микки Классический вражеский пытаются что-то сделать нучаками. Ну, а я подключаю супероружие. Наши кролики трансформируются в огромного робота-трансформера, который наносит сокрушительный удар. Итак, скорее всего, мы уничтожим врагов. Нет. Друзья, смотрите, выжил Микки Ролевой, выжил Микки Классический. Друзья, я думаю, ненадолго. Давайте-ка я усилю нашу атаку. Для этого просто Крис Брэдвард разбивает доску, и тем самым налаживает на наш вот такой вот замечательный баф, положительный эффект. Вот, продолжаем бить врагов. И Ксевер Монтес добивает Микки Ролевого. А Крысиный Король попытается наторвить на Микеланджело Классического целую орду голодных крыс. И что же, да, враг не выдержал такой атаки, был уничтожен, ну а мы опять же получили идеальную победу. Просто супер. Ну что же, благодарю и этого подписчика за эту команду. Она получилась достаточно яркой, интересной. И мы продвигаемся все выше по турнирной лестнице. И, конечно же, я беру следующую команду от наших подписчиков. Итак, друзья, давайте-ка еще обновлю. Надеюсь, что команда какая-то получится более крутой. Итак, что здесь у нас интересного? Вот, ничего интересного пока не выпадает. Ну, ладно, последний раз. Вот, итак, давайте-ка, друзья, возьму среднюю команду. И следующий написал, я оставил в своих комментариях подписчик с ником Эврик. Мой состав Сплинтер, Супер Шреддер, Кролики, Донателло Классический, Кожеголовый. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем и вот такой состав. Правда, Сплинтер у нас сегодня уже участвовал, но это не критично. Сейчас я его отживлю. Вот, это удалось сделать без проблем. Вот, удалось найти Супер Шреддера. Вот, кто здесь у нас еще в команде. Кролики, Донателло Классический и Кожеголовый. Кролики, кролики. Вот они, отлично. Вот, ищем Донателло Классического. Замечательно. И осталось найти только Кожеголова. Кстати, не помню, в каком он разделе. То ли спереди, то ли сзади. Давайте-ка я внимательнее, как-то поаккуратнее попробую его поискать. Нет, здесь нету. Вот, давно не заказывали Кожеголова. И точно не помню, то ли в начале, то ли в конце он списка. Вот, скорее всего, где-то посередине. Вот он. Вот он Кожеголов. Супер. Ну что же, друзья, вперед в атаку. Давайте-ка сразимся. Посмотрим, насколько хороша и эта команда от подписчика. И что же из себя представляет команда другого игрока. Вот, кстати, из врагов у нас Донни из фильма. Рокстеди Кролики, Микки Ролевой, Бибоп, вот мультяшный. И Шредер тоже из мультика. Вот, да, давайте-ка, друзья, я сразу же попробую массовую атаку кроликов. Они трансформируются в огромную плазменную пушку. И попробую поджарить врагов разрушающим лучом. Ну, смотрите, здорово. Вот куча повреждений. Ну, а сейчас позаботимся о защите. И Супер Шредер, активизировав свое сердце, прокачивает дополнительную защиту. Плюс исцеление на три хода. Что враги? Враги пока не атакуют. Поэтому почему бы не выбить вражеского предводителя Шредера. Для этого Сплинтер бьет по язвимым точкам. Вот, и уничтожает противника. Отлично. Дальше, давайте-ка, друзья, я попробую выбить наиболее опасного. Вот, им является Микеланджело ролевой. И Дони классический стреляет из транспортированной пушки. Ну, как-то так. Итак, телепортационная, по-моему, даже эта пушка. Итак, враг уничтожен. Ну, а я сейчас, давайте-ка, друзья, подключу вот нашего кожеголова. Используем кранга как дубину. И попробуем нанести серию ударов, выбить очередного врага. И, да, да, да. Вот, Дони из фильма уничтожен. Пытается что-то сделать Бибоп из фильма. Атакует Супер Шредера. Урон минимален. Вот, Рокстеди Кролик пытается забодать вот кого-то из наших героев. И кому достанется, досталось кроликам. Ему удалось снять часть жизни. Но, друзья, это не критично. Итак, кролики, вот, трансформировавшись в колесо, добивают. Ну, я думаю, добьют, да. Вот, добивают Рокстеди Кролика. А уже Бибопа мультяшного Супер Шредер уничтожает. Просто вонзая костяные кунаи в землю. И вызывая шипы из-под земли, который и уничтожает последнего из врагов. Ну, что ж, это было круто. Это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Супер. Итак, друзья, следующая команда, друзья, по-моему, друзья, от подписчицы Лины Потомской, если я не ошибаюсь. Да, вот, удалось подняться на 50-е место. И, да, друзья, это Лина Потомская. Состав. Вот, кстати, наиболее активная подписчица. Каждый раз оставляю свой комментарий. Вот, за что очень благодарен. Итак, состав Лины Потомской. Это Микки Мультик, Лео Ведение, Крысиный Король, Эприл Обычный и Мандагека. Насколько, друзья, я знаю, вот Лина Потомская очень здорово подбирает составы. Когда все герои находятся рядом. Посмотрим, вот, на этот раз так ли у нас все будет или нет. Итак, ищу Микеланджело Мультяшного. Да, друзья, все так. Микеланджело Мультяшное, Лео Ведение, Крысиный Король. Вот, Эприл Анил и Мандагека. Вот, просто-просто здорово. Итак, еще раз перепроверили. Да, все верно, все так. Супер. Ну, что ж, друзья, команда Лины Потомской против команды другого игрока. И сейчас мы посмотрим, насколько, вот, интересно будет битва. Вот, кстати, у врагов тоже интересная команда. Вот, и причем, обратите внимание, у нас Мандагека и у врагов Мандагека. Что ж, в начале боя Микеланджело из мультика использует особую способность уклонения. Благодаря этому положительному эффекту бафу у нас появляется вот уклонение, способность, благодаря которой вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, благодаря Лео Ведению я прокачаю скорость. И теперь наши герои будут двигаться намного больше. Вот такой вот, опять же, положительный баф. И, кроме того, друзья, обратите внимание, у наших появилась броня. То есть противник не сможет нанести повреждение, пока не разобьет броню. Вот, тем не менее, давайте уже пробуем атаковать. Я попробую атаковать вражескую Эйприл Анил, вражеского лекаря. И Мандагека атакует ее своим языком. Урон слабоватый, только менее половины удалось снять. Но, возможно, крысиный король возьмет под контроль вражескую Эйприл Анил. Да, ему удалось выбить противника. А вот теперь уже и наша Эйприл будет пытаться выбивать врагов. Итак, давайте-ка, друзья, я попробую атаковать доктора Роквелла, пока он не активизировал дополнительную защиту. Вот, Эйприл Анил атакует каким-то телекинезом. Вот, половину здоровья сняла, но и враг не дремлет. Микки оригинальный прокачал иммунитет. Мандагека бьет Микки мультяшного. Лео классически рубит катанами Мандагека, а доктор Роквелл наносит, опять же, удар Мандагека. Это все не критично. Причем, вот Микки поедает пиццу, восстанавливает и силы, и здоровье для всего нашего отряда. Вот, и теперь уже массовая атака от Леонардо Ведения. И он забрасывает всех врагов градом стрел. Вот, кстати, неплохая атака. Враг выживает, но, я думаю, ненадолго. Кроме того, Мандагека еще, вот, играет на скейкте, как на воображаемой гейтаре, тем самым прокачивая скорость для нашего отряда. Ну, а я пытаюсь добить доктора Роквелла. Для этого крысиный король метает огромную крысу, вот, добивает противника. Кроме того, и Эйприл Анил тоже метает свой веер. Пытается с тем себя выбить Микки оригинального. Так, насколько пройдет урон, вот, неплохо, но все же враг выжил. Что ж, остается добивать врагов по одному. И для этого уже Микки, вот, мультяшный, использован, вот, дымовуху. Вот, под покровом дымной замесы выбил врага. А вот теперь уже финальная массовая атака от Леонардо Ведения. Вот, взрывная тыква подрывается, наносит смертельный урон, но, тем не менее, враг выжил. Ну, что ж, еще одна взрывчатка, на этот раз уже от Мандагека. Взрыв, вот, вражеский Мандагека выжил. Вот, только Лео классического никак мы не можем добить, но не критично. И так, еще одна массовая атака от Крысиного Короля. И стая Голодный Крыс все-таки добивает очередного противника. Ну, что ж, это было забавно, это было круто, хорошая победа, хороший бой, и мы продолжаем игру. Вот, кстати, продолжаем продвигаться по турнирной лестнице, и с 50-го места мы попадаем на 40-й. Кстати, сегодня что-то очень слабо мы движемся, но, я думаю, друзья, это не критично, и я выбираю следующую команду от наших подписчиков. Итак, следующим написал подписчик с ником Собака Барабака. Вот, мой состав, все черепашки Ниндзя классический и Усаги Эдзимба. Без проблем, дружище, вот Усаги Эдзимба, а сейчас мы соберем и Кламандо классический черепашек. Первым нашелся Раф. Вот, кто у нас следующий из классики. Давайте-ка я посмотрю. Вот, что-то ничего пока не попадает, но я думаю, сейчас найдется. Итак, сразу же двое. Лео классический и Микки классический. И осталось найти только Донателло классического. Да, вот, и команда будет собрана. Что ж, супер, я сразу же посылаю в бой. Посмотрим, насколько удачная получится команда, и удастся ли победить всех врагов без проблем. И смотрите, друзья, как забавно получилось. У нас, как бы, Комагир Усаги Эдзимба и четверо черепашек, а у врагов тоже, вот, как бы, свой Комагир. Шреддер плюс четыре черепашки. Вот это здорово. Это прикольно, это необычно. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, сразимся. И в начале боя я попробую нанести смертельный урон для Шреддера. Для этого Микки классический атакует со скейта. Как-то слабовато. Что ж, тогда не будем рисковать. И пусть Усаги Эдзимба прокачает дополнительную защиту плюс контратаку. Вот, особая способность Кролика и Сумрай, я надеюсь, она нам поможет. Вот, что дальше? Вот, итак, пытаемся выбить противника. Для этого Лео классический хватает фута, метает его в Шреддер и все-таки уничтожает врага. Просто-просто фантастика. Ну, что ж, тогда дальше все должно пойти достаточно легко. Вот, не знаю, кто из врагов здесь наиболее опасен, друзья. Но давайте-ка, друзья, я сейчас атакую Лео классического. И так, метай, канализационный люк. Вот, наш, вот, раф мультяшный выбивает противника. Вот, просто-просто супер. И так, друзья, давайте-ка идем с вами дальше. Вот, попробую сейчас взять, выстрелить телепортизационной пушкой и добить противника. И так, мощная атака. И так, кстати, что-то, какой-то у меня глюк. Прошу прощения. Вот, как убрать эту надпись, не пойму. Вот, что это было. Вот, какой-то рекламный, рекламный буклет. Да, вот, удалось убрать. И так, все идет пока достаточно неплохо. Вот, сейчас попробуем активизировать. А, это враги активизировали дополнительную защиту, сработали. Ну, я, в свою очередь, благодаря Микеланджело классическому, активирую дополнительную атаку. И сейчас, надеюсь, удастся порвать врагов без проблем. Кроме того, давайте-ка немножко усилию, подлечу нашу команду. Для этого Микки классический, вот, достает пиццу, поедает их и, тем самым, усиливает нашу команду. Ну, а вот теперь надо добивать врагов. И так, Усаги и Димба в прыжке рубит катаной. И вот, пытался выбить Рафа оригинального, не получилось. Тот, в свою очередь, контратакует. Но, я думаю, Лео сейчас ему поможет. И так, удар в прыжке и очередной враг повержен. Кроме того, массовой атакой сработал Донни классический. Он забрасывает врагов взрывчаткой с вертолета. Вот, неплохо, но, тем не менее, враг выживает. И да, еще уже вражеские Микеланджело ведение атакует. Он выпускает стаю голодных крыс, которые накрывают наших героев. Тем не менее, герои выживают. И уже пошла контратака. Микки классический забрасывает сюрикенами. Вот, здорово. В свою очередь, Донни мультяшный тоже бросает сюрикены. Нашему отряду немножко досталось, но это все не критично. И так, Раф срезает гидрант. И водной струей просто сбивает врага с новым. К тем тамым уничтожая и выбивая. И вот, друзья, очередная идеальная победа. Просто-просто фантастика. Ну что ж, друзья, давайте-ка еще возьмем один состав от наших подписчиков. Вот, кстати, я боюсь, что сегодня мы не прорвемся в Лигу Мастеров на первое место. Вот, на первую звездочку. Так как как-то очень туго все движется. Ну что ж, думаю, это не критично. Тем не менее, финальный состав на сегодня я сейчас возьму. Итак, вот это у нас подписчик с ником Обзорчик от Саши Игровой Канал. Состав Крэнг, Донателло Фильм, Доктор Роквелл, Кейси Джонс и Стерранко. Вот, без проблем. Вот, я думаю, друзья, давайте-ка я так попробую и сделать. Вот, начну с Крэнга. Хотя, если Стерранко удалось найти его по дороге, сразу же и удалось активировать. Кстати, хорошая команда. Вот, ни Стерранко, ни Крэнг сегодня не участвовал. Это радует. Вот, не особо, конечно же, радует, что попался Доктор Роквелл. Но ничего страшного. Итак, Крэнг есть. Осталось найти Донателло Фильм, Доктор Роквелл и Кейси Джонс. А, Донателло Фильм, Донателло Фильм. Ищем. Вот, Донателло Фильм. Отлично. Доктор Роквелл. Замечательно. Вот. И последний герой у нас. Вот, давайте-ка, перейду на начало. По-моему, на начале там что-то у нас было. Итак, Крэнг, Донателло Фильм, Доктор Роквелл, Кейси Джонс и Стерранко. Вот, Кейси Джонс, друзья. Мне нужен, мне нужен Кейси Джонс. Ага, друзья, он же в самом конце, хотя нет. Друзья, вот, Кейси. Я беру Кейси Джонса из мультика, так как, вот, подписчик не уточнял, какой Кейси Джонс. Если бы написал из фильма, я бы взял Кейси Джонс из фильма. А так, Крэнг, Донателло Фильм, Доктор Роквелл, Кейси Джонс из мультика и Стерранко. И с этим отрядом мы пойдем сегодня уже в финальную битву. Так что посмотрим, что же из себя представляют враги. Это у нас Леус Фильма, Микки Мультяшный, вот Микки Оригинальный, Стиранка и еще вот Донни Мультяшный. И опять же, друзья, забавно получилось в этом отряде два Стиранка, вражеский наш. И я сразу же усиливаю атаку нашего отряда, благодаря Крэнгу, доставая его из своего комбинезона скафандра, он тем самым прокачивает дополнительную атаку и критический удар. Вот опять же, не буду рисковать, прокачаю дополнительную защиту и начнем атаковать врагов. Вот чья очень, ага, очень вот нашего доктора Роквелла. Ой-ой-ой, друзья, вот не на того направил, друзья, на хотел атаковать Миккеланджело Мультяшного, вот, а вот атаковал Лео. Тоже, тем не менее, Микки надо выбивать, пока он не начал лечить, пока он не прокачал уклонение, и Кейси Джонс метает в него шайбу. Вот подрывает, но Микки Мультяшный выживает, вот остальные враги пытаются усилить свою команду, ну, а я вот подключаю Стиранка. Он достает пулемет, стреляет, наносит просто массовый урон, выбивает большинство врагов, выжил только вражеский герой Стиранка, и тот ненадолго. Наш Донни из фильма накрывает его, вот, ядовитым облаком с дрона. Вот, просто-просто супер. Ну что ж, друзья, как видите, идеальная победа, все враги уничтожены, ну, а мы празднуем победу, опять же, продвигаемся все выше по турнирной лестнице. Просто-просто замечательно. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.